Зелёные леса Стражение души корейского народа, его стремление создать новый прекрасный мир. Именно поэтому наши предки сохраняли леса. Ведь они понимали, что лес — здоровая окружающая среда и чистая вода — основа процветания народа. Корейский путь — восстановление лесов. Корейская земля в своей истории переживала и тяжёлые времена. В период колонизации и оккупации Кореи и Японии древние реликтовые леса, покрывавшие территорию Кореи, были срублены для нужд Японской империи. Оставшиеся деревья нещадно вырубались местным населением, которое погрязло в нищете. Людям нужно было хоть как-то обогреваться и готовить еду. В период социального хаоса и войны за независимость от корейских лесов практически не осталось и следа. Ландшафт страны в основном представлял собой пустынные горы, на которых не могла расти даже трава. Оставшиеся леса сильно страдали от гусениц, поедавших хвою деревьев, а также от других насекомых-вредителей. Это нанесло непоправимый ущерб местной экологии. Основную лепту в исчезновение лесов внесли незаконные вырубки и негативные последствия таких вырубок. После войны было уничтожено 6,7 миллионов гектаров леса, составляющих одну треть всех лесов страны. Из них 700 тысяч гектаров земли находились в ужасном состоянии. Поверхностный слой почвы практически полностью вымылся дождями. Без растительности почва была не в состоянии впитывать воду, поэтому туда, где раньше были древние леса, пришла безжизненная пустыня. Дожди смывали из гор даже твердые слои почвы, повсеместно оголяя каменистую подпочву. Места, на которых еще сохранилась хоть какая-то почва, подвергались регулярному пересыханию. С постепенной деградацией почвенного покрова, корни оставшихся деревьев и трав оголялись, и растения погибали. Песок и камни, смываемые из гор, попадали на дно ручьев и рек, поднимая их русла выше уровня прилежащих к ним равнин. Когда потоки воды выше уровня полей, во время сезона дождей возникают затопления, а в период, когда осадков выпадает совсем мало, происходят засухи. Но эту землю не оставили погибать на произвол судьбы. В 1957 году глава государства подписал указ о создании службы лесов Кореи. Он осознавал важность восстановления лесов, заявляя, что леса — это один из основополагающих элементов процветания страны. В 1973 году служба лесов Кореи разработала первый этап плана восстановления лесов, который предусматривал восстановление земли за короткий промежуток времени. План включал в себя крупномасштабную политику озеленения. В обязательном порядке высаживались новые деревья и восстанавливались старые лесонасаждения. В результате этих действий служба лесов Кореи положила начало восстановлению пустынных земель по всей стране. Целью первого этапа была высадка одного миллиона деревьев по всей стране. Благодаря невероятной силе духа корейского народа, а также вере в общегражданское движение озеленения, которое провозглашало, что наша земля — это наш дом, и его нужно восстановить и защитить своими силами, началось ранее невиданное общенародное восстановление пустынных земель. Район Йонгиль, расположенный на юго-восточном побережье Кореи, представлял собой типичный пустынный пейзаж. Однако именно в этом районе был расположен международный аэропорт. Власти решили, что вид пустынных земель может произвести плохое впечатление Кореи на иностранных туристов. Для того, чтобы восстановить погибший лес, служба лесов Кореи произвела измерения, рассчитав площадь утраченных в этом районе лесов. На основании географических данных был разработан подробный план восстановления лесов этой местности. Проект по предотвращению эрозии на площади 4538 гектар был подготовлен двумя проектными институтами. Срок реализации — пять лет. Первым делом были сколоты и выровнены отвесные выступы на скалах. Таким образом были сформированы террасы, которые предотвращали смывание почвы и песка в долины. Затем на террасах были подготовлены места для посадки деревьев. Работа проходила в невероятно сложных условиях и могла быть выполнена только вручную. Использование современной техники было просто невозможным. Работникам приходилось работать со страховками. Обвязывая себя веревками, они неустанно трудились на отверстных склонах, возвышающихся над морем, равниной или ущельем. Ведь даже небольшая ошибка рабочего могла завершиться для него летальным исходом. Работники строго выполняли технику безопасности. На дно узких ущельей выкладывались камни, а на холмах выполнялись работы по предотвращению эрозий. Между террасами высаживались устойчивые и неприхотливые виды кустарников и травянистых растений, за которыми, тем не менее, на первом этапе также нужен был постоянный уход. Именно эти растения были призваны защитить почву от оползней и эрозий во время дождей, пока не будут завершены все геопластические работы. Для стока воды на каждом склоне были сооружены водоотводы. В связи с тем, что почвы в районе Йонгиль очень плотные и твердые, а деревьям в таких почвах очень сложно укорениться, на террасах были прокопаны глубокий и широкий траншеи. После дождя вода, собиравшаяся в траншеях, медленно впитывалась в землю. Размягчая почву. Затем траншеи засыпались плодородной удобренной почвой с целью создания идеальных условий для укоренения и роста трав и других растений. В летний период высокая трава скашивалась и укладывалась на почву для создания высококачественного удобрения. В связи с тем, что для здорового роста дереву необходимо очень богатое питательными веществами почва, траву и удобрения для террас завозили даже из соседних районов. В районы, где почва была особенно истощенной, безжизненной завозилась новая готовая и удобренная почва. Это гарантировало высокую приживаемость молодых деревьев. Перемещать удобрения и почву по террасам было очень рискованно. В труднодоступные места, куда невозможно было заехать с тачкой, женщины приносили материалы вручную. Проект по предотвращению эрозии требовал большого количества дернины. Дернины укладывали между террасами для предотвращения оползней и потери плодородного слоя. Дернина также способствовала лучшему укоренению семян и растений, помогая им пережить засуху. Между террасами было посажено огромное количество трав, и все они также помогали задерживать воду и предотвращать эрозию. Это были засухоустойчивые травы, что немаловажно на ранних стадиях восстановления ландшафта. Перед посадкой семена смешивались с удобрениями и плодородной почвой. Сначала на землю выкладывалась почва, затем по ее поверхности рассыпались семена. Сверху все это снова присыпалось почвой. В зонах, где рассыпать семена было сложно, например, на склонах между террасами, для семян специально вырывали лунки, куда и помещали их вместе с плодородной почвой. После того, как были проведены все подготовительные работы, на террасы начали высаживать деревья. Выбор пал на такие виды деревьев, как ольха, ложная акация и горная засухоустойчивая сосна, ведь эти деревья хорошо растут даже на неплодородных почвах. В каждую посадочную яму засыпалась плодородная почва. Саженцы приносили охапками, завернутыми в мокрую тряпку для защиты корней от пересыхания. Для укоренения лучшей приживаемости и роста использовались удобрения. В 17 апреля 1975 года, после завершения основных работ по озеленению, район Йонгиль посетил президент Пак Чонг Хи. Когда президенту доложили об успехах, он предложил создать руководство по проекту предотвращения эрозий. После посадки деревьев очень важно обеспечить им здоровый рост. В период засухи террасы покрывали соломой для защиты деревьев и предотвращения испарений. Воду для полива носили ведрами. В связи с тем, что почва в этой местности была совершенно неплодородной, прекращение добавления в почву удобрений замедлило бы рост деревьев. Именно поэтому каждый год в почву дополнительно вносились удобрения. В период летних дождей сотрудники проектных институтов разрабатывали приемы, помогающие предотвратить отрицательные последствия наводнений. Проекты по восстановлению лесов, начатые в 73-м и 79-м годах, реализуемые простыми корейскими гражданами, были завершены в 87-м году. То есть на 4 года раньше, чем планировалось изначально. Таким образом, служба лесов Кореи реализовала свою грандиозную миссию по озеленению корейской земли. Площадь восстановленных лесов составила 2,4 миллиона гектаров. На 75 тысячах гектаров был реализован проект предотвращения эрозии. В результате общих усилий молодые растения стали расти там, где раньше была голая пустыня. Проект предотвращения эрозии, реализованный в районе Йонгилл за 5 лет, превратил эту местность в зеленый оазис. В районах с более плодородной почвой деревья показывали прирост до 70 сантиметров в год. 4 538 гектаров пустыни были превращены в зеленые горы. Проект показал, что такое важное дело нужно детально продумать с учетом законов природы. Но наиболее важный для нас урок в этой истории, это то, что когда люди в едином порыве объединяют свои усилия для достижения общей цели, не существует ничего невозможного. В результате совместных усилий граждан Кореи и службы лесов Кореи, сейчас, спустя 40 лет, от пустынь, повсеместно встречавшихся в 60-е годы 20 века, не осталось и следа. Сегодня эти прекрасные величественные леса являются невероятно красивыми местами для отдыха. Эти густые тенистые леса обеспечивают нас чистой водой и воздухом. Леса потребляют углерод, поглощают и перерабатывают парниковые газы, являющиеся причиной изменения климата. На основании нашего успешного практического опыта, благодаря нашим совместным усилиям и вере в общее дело, мы начнем новую эпоху успеха и останемся в истории страной-лидером в восстановлении лесов. Перевод Анна Лещинская. По инициативе и организационной поддержке Валерия Го. Группы «Мир. Устойчивое развитие пермакультура и древо жизни». При финансовой поддержке Артура Амировича Бекмулина. Приглашаю волонтеров и единомышленников для создания здравницы. Благодарим наших спонсоров Зою Кусак и Ольгу Дыгину. Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин. Мастерская «Азъесмь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова